Приветствую вас. Начать свой ответ мне бы хотелось с того, чтобы сказать вот некоторые слова, которые мы говорим, говорим часто, которые используются нами в бытовом обиходе, то есть постоянно, часто, к сожалению, теряют для нас свое истинное значение. Ага. На примере того, что вы написали, можно легко в этом убедиться. Дело в том, что само слово «общение» происходит от лексического значения «общий», то есть общность, что-то общее, что-то совместное для людей, что-то объединяющее, их. И вам для того, чтобы общаться, во-первых, нужно соблюдать несколько условий. Первое условие. Вот вы говорите «хочу много друзей». То есть вам нужны друзья. Без друзей вы чувствуете себя недостаточной, без друзей вы чувствуете себя неполноценной, завидуете другим людям. Ну, во-первых, завидовать – это не инструктивный путь, потому что вы всегда видите только внешнюю сторону. Знакомые – это знакомые, это люди, которые допадают до времени только с человеком. Друзей много быть не может, потому что действительно близких людей в принципе может быть немного, отсюда один-два человека и не более того. Знакомые – это просто знакомые, на которых нельзя положить. Даже второе. Для чего вам, еще раз повторю, друзья. То есть, определенно, если вы чего-то хотите, значит, вам это нужно для себя, чтобы достичь каких-то своих желаний, чтобы реализовать свои какие-то стремления и так далее. Но правда в том, что нельзя использовать людей как средство. Дружба – это свободное волеизъявление двух равноправных независимых людей, которые по собственному желанию решили как-то вот сместить свою жизнь с жизнью другого человека, с жизнью другого человека, по крайней мере, в некоторых сферах. То есть, чтобы стать кому-то другом, ну, для начала перестать в другину издастся, ну, надо стать самодостаточным, независимым человеком. Для этого необходимый личностный рост, для этого необходимо расширение кругозора, для этого необходимо постоянное личностное развитие. И здесь мы прямо подходим к тому, что он уйден для того, чтобы поддерживать его тему, чем-то заинтересовать человека и так далее. Чтобы общаться с ним постоянно. Для того, чтобы общаться с ним постоянно и уметь поддерживать его разговор, ну, и на расширяться его кругозору. Нужно постоянно повышать уровень своего кругозора, развивать свой интеллект, узнавать что-то новое, чтобы иметь возможность поддержать как можно большее количество тем. И если вы будете это делать, то так или иначе у вас появится наиболее количество интересов. То есть, человек, когда расширяет свой кругозор, он узнает что-то новое. И к этому новому у него появляется отношение. Свое, собственно, отношение к тому, что человек узнает. И бывает так, что то, что человек узнает, ему нравится или не нравится. Бывает так, что то, о чем человек узнает, вызывает у него желание узнать об этом побольше. Как можно больше об этом узнать. Как можно больше, как можно сильнее углубиться в определенную область. И если это так, если это действительно так, то можно говорить о том, что вы вырабатываете в себе вот эти вот новые интересы. Вырабатывая в себе новые интересы, вы сможете эти интересы сопоставить с интересами других людей. И тем самым, как бы, ну, тем самым, как бы, облегчив себе задачу по достижению вашей цели. То есть, еще раз, обобщение, это общение, точнее, это всегда обобщение. Это обобщение как своего интереса, это осваивание новых каких-то сфер, новых каких-то знаний и так далее. И одновременно делая это, вы легче общаетесь с людьми, а узнавая что-то от людей, вы также повышаете свои знания. Та же рассеряет свой кругозор, но уже за счет людей, а не за счет, например, себя. И здесь возникает такой вот несложный момент, что это определенная взаимозависимость. Взаимозависимость одного от другого. Либо вы получаете какие-то вещи для того, чтобы рассерять свой кругозор от людей. И для этого достаточно определить, что вам интересно, хотя бы в самом общем виде. Определить, что вам интересно и к этому стремиться. А у людей спрашивать по поводу того, что вам интересно. То есть, по сути, не нужно поддерживать разговор, нужно просто задавать им вопросы. Люди любят, когда их спрашивают, люди любят, когда они могут выразить свое мнение, люди любят, когда они к ним прислушиваются, и если вы будете это делать, то уже необходимую основу с таким вот пассивным поведением вы создаете. То есть, постоянное задавание вопросов, постоянное придание человеку важности, значимости, очевидно, того, что он просвещает вас в чем-то, как раз таки обеспечивает залог общения. Но важно, чтобы вам было действительно интересно то, что вы спрашиваете. Чтобы это не было просто, знаете, таким механическим озвучиванием вопроса. Тогда человек почувствует фальш в вашем интересе и общение, возможно, прервется. Вот такие подходы есть к восстановлению вашего коммуникационного поля с другими людьми. Надеюсь, вам это пригодится. Конечно, нужна коррекция, например, почему у вас в школе не было друзей, и почему до 24 лет у вас по-прежнему не было друзей, и почему вы везде ходите одна. Может быть, имеют место быть комплексы, может быть, какие-то страхи, может быть, на вас так повлияли детско-радительские отношения. Вариантов здесь может быть достаточно много. И все они нуждаются в проработке. Потому что если есть какие-то внутренние блоки для налаживания общения с людьми, то даже имея в своем использовании средства для общения с людьми, вы не сможете полноценно ими воспользоваться, именно по причине того, что блок будет вам мешать. И тогда сперва нужно будет убрать все препятствия, которые мешают вам общению, а после этого уже можно будет использовать средства. В принципе, некоторые общие такие направления, возможные блоки я обозначил, но вам равно для более полного решения своей проблемы нужно заработать по специалисту. Прямо потому что проблемы серьезные, написали вы о ней мало, и как бы это вот только самое-самое общее, что можно вам порекомендовать. При этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, набрать 6-10 в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!